Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о служении, о жизни в эфире программы «Влияние». И рад представить гостя нашего эфира – это Олег Шишкин. Приветствую тебя, дорогой брат. Приветствую. Краткая визитка. Олег Шишкин – муж, отец пятерых детей, пастырь, один из директоров сети ресторанов. Он несет служение в Missionary Gospel Church. Короче, друзья, сегодня мы услышим свидетельства из жизни Олега и Светланы Шишкиных. Как могут прийти в семью огненные испытания? И особенно болезненно, когда это касается здоровья наших деток. Их сын Давид провел 17 часов на операционном столе. Хирург сказал, я сделал все, что мог, но последнее слово остается за Богом. Друзья, это свидетельство вы услышите в эфире этой программы. Олег, первый вопрос, который я хочу тебе задать. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Где, в какой семье ты родился? Да, я родился в христианской семье. Родился в России, в городе Воронеже. Когда мне было 3 месяца, родители переехали в Украину, в западную Украину, в город Ново-Волынск. И там я прожил 12 лет, и мы эмигрировали сюда, в Америку, в Сакраменто. То есть ты уже во втором поколении или в третьем верующем? В третьем поколении верующем. В третьем поколении верующем. Да, да, да. А когда вы приехали в Сакраменто, какую церковь вы выбрали? Кто вас встречал? В какой церкви вообще ты в молодежи был? Ну, тогда мы были в церкви, где был старшим пасторем Николай Игнатович Пекун. Когда мы собирались сюда на Ферокс, и так наша юность, молодость была там. Мы вместе все общались. Там много приехало с Белоруссии, с Украины, с Молдавии, и все были вместе в то время. Хорошо. Это в 92-м году. Спасибо. Я тебя еще знаю как миссионера. Три поездки в Китай, более 10 поездок в Мексику. Если я спрошу тебе, расскажи, пожалуйста, ну немножко о каждой стране. Твои впечатления, твои, может быть, разочарования, и вообще в каком служении вы участвовали? Ну, давайте мы начнем от наших соседей недалеко, в Мексике, с нашей церкви, с молодежью. Мы посещали дома для престарелых, потом дом для сирот, привозили подарки, особо на Рождество. Проповедовали везде, где были. Видели, сколько людей каятся, и это было чудесное, прекрасное время. Мексика, я думаю, все знают о Мексике, кто был там. Кто был на Канкуне, а ты где был? Ну, были в Тьюана, были в других частей Мексики. Я говорю о миссионерской деятельности. Вы говорите о том, где, то есть вы были там, где беднота, там, где нужда, там, где слезы. Да, мы видели это все, помогали людям, что могли, и даже сейчас наша церковь, обычно, один раз в год они направляются туда, и особо для детей. Там много сирот, вы знаете, что там много контролируют картеллы. И, кстати, мой брат, он проживает сейчас в Мексике, и он служит там. Он на миссии там? Он на миссии там, да, уже где-то 2 или 3 года. Слава Богу. А Китай? А, ну, Китай, была возможность 3 раза полететь туда. Первая поездка была, это миссионерская. Один брат из России, Андрей, он пригласил. И, вы знаете, я всегда хотел попасть в Китай. Я читал много миссионерских книг, и, ну, просто о людях, которые делали дело Божие. И так молился, и вот была возможность поехать в Китай. И мы там проповедовали, даже преподавали в таких, не то что заведениях, но подпольно. Подпольных церквях. В подпольных церквях. Бывало время, что где-то 5 часов. Мы просто через переводчика. Ну, такие темы, они очень элементарные, но для них это очень важные. Ну, Китай, очень прекрасная страна. Чем она прекрасная? Чем? Вот, когда мы были в Шенгай, даже в Шенгай, потом в Пекине, ну, чисто. Ты смотришь, как, сравнишь, если Сан-Франциско, вот я на прошлой неделе был. И Шенгай, это вообще, ты не подумал, что это Китай. Ну, то, что это, это такое материальное. А вот люди, конечно, большинство христиан в Китае, это женского пола, женщины. Почему? Ну, вот так. И вообще, в христианском мире, это не только в Китае. А, ты сейчас говоришь о том, что большинство церквей в церкви, это женщины. И большинство христиан вообще глобально, это женщины. Ой, дадим кредит. У них сердце больше, я думаю, так, открыто. Им легче покаяться. Ну, да, так же, я так думаю. И в Китае это, я видел, что особенно, что очень много, ну, и пожилых, и молодых женщин, которые приходят в церковь. Что мне там вообще так понравилось? Конечно, пища была другая, там, в своей истории. Ну, что-то похоже, как у нас в Америке, или отличается сильно? Ну, если, там у них есть и западная кухня, да, ресторан и так далее. Ну, такая, что, чем китайцы питаются, ну, это вообще другая. Мы ели такое, что, знаешь, я не рассказывал. Да, 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 что потом были какие-то эффекты после этого. Ну, вообще, духовное состояние, я понял молитвы, вот, насколько люди, китайцы, они любят Бога. И когда поешь вот песни, которые мы поем здесь, на английском, там, на русском, на украинском, также у них на китайском есть. Ну, ты не понимаешь этих, ты знаешь эти слова, эту музыку, мелодию, там, или это как гимн идет, и ты видишь, как они сокрушаются. Ты ощущаешь присутствие Духа Святого. Ты вместе с ними молишься, ты радуйся. И вообще, ты чувствуешь вот эту атмосферу любви у людей. Нас очень хорошо принимали, благословляли, мы молились. И когда мы даже жили там где-то неделю в одной церкви, они так привыкли, они просто не хотели нас отпускать. Расскажу еще один случай в Китае. Да, пожалуйста. Так, мы были, где-то наш переводчик Давид, он повез нас не только, знаешь, так, в Шанхай, такие Пекин, большие города, а он специально нас такие точки повез, где белых людей не видели. И я как-то один раз просто ощутил, кто-то у меня дотронулся так. Смотрю, старшая женщина. Я спрашиваю переводчику, что она так, ну, тронула меня. Она говорит, ну, она никогда белых людей не видела. И говорит, что они думали, что белые люди – это демоны. Вот у них такое… Мне что-то хорошее, ангелы, так нет. Да, и вот она прикоснулась ко мне и улыбнулась, я улыбнулся. Потом я спросил, ну, она говорит, да, здесь некоторые люди, они даже не видели белых людей. Вот так мы, это была первая поездка. Потом мы даже с братьями, это Иван Петрович Гаврилюк и Сергей Мурза, мы отправились сюда, когда было большое землетрясение. И церковь «Дом хлеба», другие «Вифания», и «МГС», и другие церкви, они собрали финансы. И мы полетели туда, чтобы передать эти финансы правильным людям, чтобы они не просто так были израсхованы. Ну, мы знали, у нас были контакты, и посещали, и помогали вот семьям, особо нашим христианским, китайцам, чтобы помочь им. То есть это была помощь для христиан Китая? Да, да. Спасибо, очень интересно. Олег, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тебя за то, что ты первый человек, который увидел во мне способность быть ведущего. Я помню, это 2000 год, ты подходишь ко мне и говоришь, Гена, я видел тебя на новогоднем вечере, я видел тебя с молодежью. Слушай, ты ведущий, может, ты еще об этом не знаешь? Я говорю, да я никогда ничего не вел. Ты ведущий. И ты меня так вдохновил, не только поверил, а еще доверил провести свадьбу 7 мая 2000 год. Теперь, Олег, слушай, 24 года, я уже более 600 свадеб провел в 18 штатах. Спасибо тебе за то, что ты увидел и начал вот это вне служение. Скажи, пожалуйста, спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, как ты встретил Светлану? Почему все-таки она стала твоей супругой? Ну, это была встреча у нас на разборе слова. О, где надо знакомиться. Да, в то время собирались так под партментом. И я помню, у них в понедельник обычно был разбор слова еще. В то время был Павел Вавренюк. Мы были в церкви, там, где старший был Виктор Вронский Васильевич. И был разбор слова. И я всегда любил Писание, люблю Писание. И был на разборе. И так вот познакомился. И чуть-чуть, потом мы поженились. И слава Богу, у меня прекрасная жена, боящая жена, боится Бога, служит Богу. Пять деток тебе подарила. Да, пять деток. И вот даже в прошлом году у меня есть еще один сын. Это пятый, да? Пятый, да. Его мы назвали Халев, Кейлоб. Ему уже сколько? Годик и три-четыре месяца будет. Но три месяца будет, да. Поздравляем. Ты такой еще молодой папа. Ты молодец. Молодой папа, да. Старшей дочери 23 и младшему один годик. Отлично. Другие чувства совсем, конечно, знаешь, от первого ребенка было. И потом как-то время, а то вот этот, это, не знаю, может, особенно любовь какая-то. Может, мы стареем и так как-то любим, как дедушки и так далее. Взрослеем, взрослеем. Взрослеем, да. Олег, вот если бы ты знал, вот какие огненные испытания тебе приготовил Господь для вашей семьи, вот если бы не Светочка, как ты думаешь, вот как, вот если мы остановимся минуту-две на этом, как она помогла вообще тебе, то есть если бы ты знал, что действительно благодаря ей вы во многом проходили это? Да, Светлана, моя жена, она с самого детства верующая, всегда боялась Бога. Я думаю, то, что я сегодня служитель и пастырь, это много было зависимо от нее, есть зависимо от нее. Потому что она всегда областвляла меня на миссионерские поездки, в духовной работе, посещения. И она всегда боялась, боится Бога и служит Богу от чистой совести. Так что даже когда и в тяжелое время, когда у нас сын Давид, который родился с пороком сердца, и у него были проблемы, она всегда поддерживалась, ну была оптимистик, да, оптимистом, что будет хорошо. И бывали моменты, когда и разбивались, и говорили, Господи, что происходит, и почему, и как. Так что мы вместе проходим, проходили вот это такое сложное время. Если забрать ее, это было бы очень тяжело для меня, для моей семьи. Если забрать меня, я думаю, так само было для нее. То есть эти все обстоятельства, они же показывают, какие мы есть на самом деле. И вот эти обстоятельства, через которые прошла твоя семья, действительно показали, что она супруга тебе дана от Господа. Она та, которая осталась верной Господу через все эти обстоятельства, через все эти слезы. И вот ты действительно видишь, от Господа этот человек был. Да, да, она прекрасный человек, она жертвенна, она особо около детей и не досыпает. И это меня часто не тревожит, зная, что я иду на работу. Часто жертвует, чтобы сделать лучше для семьи, для детей, жертвует своим здоровьем. Спасибо тебе, что рассказал. Мы об этом будем говорить. У тебя очень сильные способности руководителя и менеджера. И, конечно же, в церкви это заметили. Ты был в реквизиционной комиссии церкви, то есть тебя доверили проверять. Восемь лет ты был в дьяконском служении. В свои 43 года ты становишься один из пасторов церкви. На протяжении, я не знаю точно, в районе, наверное, 10 лет ты являешься секретарем Союза ХВЕ Запада Америки. Кто тебя вдохновлял на то, что в будущем ты будешь служитель? Кроме Светочки, кто вдохновлял? Кто в тебе видел? Кто твои близкие друзья-пасторя, которые тебе говорят, Олег, ты будешь в служении? Олег, расскажи об этом. С самого детства я ощущал присутствие Божьего в моей жизни. И вот, как Господь говорил, в мое сердце я начал проповедовать. И даже в воскресной школе, я уже не знаю, сколько мне было, может лет 10, это была моя первая проповедь. Я любил Господа, я боялся Бога, боялся, чтобы что-то прийти, какое-то зло Господу. Первая, это моя семья, отец, мама. У них было 14 детей, и они служили Господу, были большим примером для нас, чтобы быть не лукавым, быть прямым, честным и так далее. Слова матери всегда, Олежик, бойся Господа. Я вот, мама умерла 4 года тому назад, но я эти слова всегда помню. Бойся Господу, бойся Господа, все будет хорошо в жизни, только бойся Господа. И она вот так вдохновляла всегда, говорила, отец помогал приотовляться к проповеди. Иногда, когда я сильно нервничал, он подсказки говорил и так далее. Отец у меня был дьяконом церкви. Отец был в служении? В служении также, да. Ну и кто повлиял, это, конечно, и Борис Серафимович Кузнецов, это мой дядя, который... Хороший у тебя дядя, один из старших пастырей церкви. Да, он много вложил в нас, не только в меня, и в своего сына, и в наших молодых пастырей. Это братья, которые трудились над нами, давали нам ответственность. И мы много чему научились. Также и Павел Гладыш, который пастырь. Нынешний старший пастырь. Он меня взял в команду, мы ведем класс для подготовки, для крещения. Духовное образование. Мы вместе с ним где-то, наверное, 5 лет, потом он передал это служение мне. И сейчас одно из моих служений это в этой сфере. Так что много людей, которые посодействовали, братья, сестры также, которые поддерживали. И очень рад за такую прекрасную семью и за нашу церковь, Missionary Gospel Church. Спасибо. Друзья, для каждой семьи Господь приготовил свое испытание. И особенно больно, когда это касается здоровья наших деток. Сегодня мы будем говорить об огненном испытании, которое посетило семью Олега и Светланы Шишкиных. Здоровье их сына Давида. Ребенку было 4 месяца. Вы приехали на appointment к доктору. Ребенок посинел. Сразу же проверили кислород. Меньше 50. Госпитализация. Вертолет перелетает, перевозит в Сан-Франциско госпиталь. Операция. Инсульт. О чем ты тогда говорил с Богом? Что ты кричал в небо? Как ты реагировал? Как Светочка реагировала? Что вообще происходило в твоей жизни? Да, когда это все случилось, ну, когда он родился, мы не знали, что у него проблема с сердцем. Ну, когда просто рутин был, как ты уже объяснил, в 4 месяца жена его повела на appointment, и оказалось, что у него кислород 46 было. И здесь, ну, так все детали, мы не будем идти дальше, оказался в больнице. Это было просто для нас шоком. Видя своего ребенка, и он в таком состоянии, под аппаратом, и врачи ничего так не говорят, это наш третий ребенок, мы никогда с этим еще не случались. Вообще, такого подобного ничего в нашей жизни не случалось. Я вообще не люблю видеть, смотреть на кровь и вся эта атмосфера. В больнице кто любит? Никто не любит быть в больнице. То было для нас очень-очень тяжело. Я помню момент один, когда в то время, пока ему было 4 месяца, он пережил 3 операции за 2 месяца и инсульт. И вот, конечно, церковь молилась, семья молилась, все ходатайствовали и взывали к Господу. И один раз я помню, когда так, ну, я просто упал на пол, и просто молился, и плакал, и говорил Господь, оставь моего сына в живых. Просто помилуй, помилуй, помилуй. И вот такая, он столько страдает, столько у него постоянно что-то, какие-то процедуры делают. А эти операции 3, это же в таком состоянии, маленький. Это было очень-очень тяжело. И вот когда я молился, я помню такой голос, ну, внутренний голос. Как вот Господь говорил, Бог говорил, как Иисус, Сын мой, умирал и страдал за людей. И то, что я проходил, это не можно сравнить, что сделал для нас наш Господь Иисус Христос. И что Он претерпел на кресте, плюс вся эта духовная борьба, которая была там на Голгофском кресте и в Семанском саду. Будучи отцом, ты понимал, как это, когда твой ребенок, может, вот в твоей ситуации борьба за жизнь, и ты это духовно сравнил, а как же Бог отдал своего сына, как же это больно, как же это тяжело, как же это практически невозможно, но Бог это сделал. То есть ты даже это через себя провел. Yes. Как Светочка реагировала? Ну, было очень тяжело. Мамочки. Мамочки, да, это же грудной ребенок, еще 4 месяца только, и так неожиданно. Мы даже не были готовы, мы не знали, что это проблема. Мама наша часто говорила, почему он такой синенький встает. Никто не знал. Кислорода не хватало, получается? Кислорода не хватало, да. Порог сердца, получается, да? Порог сердца, да. У него там артерии неправильно были. Ну, это такое есть, такая болезнь, когда дети рождаются. Они обычно сразу за неделю делают операцию, и успешно. Ну, где-то здесь упустили, и 4 месяца прошло. И, возможно, это последствия, почему так все это было сложно. Ну, Господь знает, почему. Почему это все было. Когда ты молился, Бог с тобой разговаривал или молчал? Я не имел такого, знаешь, какого-то там сверхъестественного откровения. Ну, конечно, он говорил, но в то время просто верой все принимал. Но я тебе так скажу, вот тогда, когда ему было 4 месяца, я не помню, что у меня были какие-то там сны или пророчества. Или просто мы молились и уповали. И верили. И верили, да. И когда вот один случай там я возьму, когда была уже первая операция, вторая операция, и просто врачи приходят и говорят, ну, давайте мы поднимемся уже, уже третья операция назначена. Говорят, уже это последняя будет. Последняя. Потому что так сам у него кислород падал. Они старались, что могли. И я помню, когда мы поднялись, я не помню, на какой этаж, в операционную комнату, там все было блестело, все чистенько. И мы туда зашли. Мы поняли, что мы зашли или попрощаться. Просто они сказали, мы не знаем, что будет дальше. То есть они убрали уже все аппараты? Нет, нет, они приготовили его к операции, к последней операции. Ага. И вот когда они сказали, что мы не знаем, чья эта операция будет успешна. Потому что ему надо было там артерию, она была прижата. И надо было эту артерию поправить, но она очень тоненькая, очень маленькая. Они даже думали, может, туда трубочку поставить и так далее. Ну, что мы сделали? Я помню, я его просто положил, мои руки на него, и исполнился силой Духа Святого. Я в этой комнате, там были, знаешь, не знаю сколько человек, наверное, 30-40 душ было. И я молился, я молился, и я просто ощутил присутствие Духа. И мы, Светлана молилась, мы вместе молились. Мы вошли в этот поток, и мы просто ощутили, что Бог наполнил эту комнату. И после этой молитвы я сказал, Давид будет жить. Слава Господу. Давид будет жить. Я получил ответ. Ну, и мы вышли уже, и они его оперировали. И мы знали, если его приведут с многими аппаратами обратно, значит проблема. Ну, когда его привели уже после операции без этих баллончиков, там, и мы поняли, что все успешно прошло. И, ну, так оно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и мы вернулись домой. Конечно, он был... Через сколько? Через 40 дней? Через 40 дней, где-то примерно. Вернулись домой. И так, ну, конечно, было очень сложно. Сложно. Он все равно болел у него. До конца он был не восстановлен. Поню, было ночами, он, кажется, кричал. И мы держали его на руках. И ходили, я помню, по залу я, и я помню, пел одну песню. О, молитва, молитва, в жизни Богом ты мне дана. И просто исповедовали имя Божие. И он как-то успокаивался. И так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он начал восстанавливаться. Света очень много усилия приложила. В то время я работал, она с ним день и ночь. Она, как была медсестра, все делала для него. И он, слава богу, почти так стал восстанавливаться. Потом начал ходить. И нормально все общаться. И мы ему очень радовались. Через 15 лет начинается новое осложнение. И вот этот период жизни, который еще сложнее, чем первый, это 9 месяцев бессонных ночей возле ребенка. Извини, что я это спрашиваю, но через это все пускай будет слава нашему Господу. Через что вы прошли? Что случилось в 15 лет? Да, после вот этих операций, которые мы делаем в 4 месяца, они сказали, что там чуть-чуть его клапан протекает. Ментральный клапан. Ну, так они говорят, что пока все нормально, он живет, и мы смотрим, проверяем. Таких не было осложнений. У него было такое счастливое детство. Он любил и баскетбол играть. Ну, просто наслаждение для нас. Такой, как говорится, прекрасный молодой мальчик. И очень добрый, у него сердце такое доброе, любит и уважает, очень хороший мальчик. Ну, в 15 лет получилось, что ментральный клапан все больше и больше пропускать начал крови. И опять сердце у него стало очень плохо работать. Это сердечная недостаточность. И он перестал спать, начал терять вес. Ночью он, у него кислород, когда засынал, падал на 85. И опять эти вот проблемы возобновились. Какой процент должен быть, что человек может потерять сознание? Ну, вообще, если кислород где-то 95-92, это нормально. А 85? 85, это уже, да, может он не проснуться. Потерять сознание? Даже может не проснуться? Да, да, да. Может быть инсульт, может быть другие последствия. Вы приезжаете в госпиталь, что вам говорят? Ну, здесь в Сакраменто у нас наш кардиолог, он направил в реанимацию сразу. И, ну, они его обследовали опять. Они уже знали, что там проблема с этим клапаном. И сделали ему операцию, чтобы починить этот клапан, нейтральный клапан. Они его починили. И все вроде хорошо, хорошая операция, все было успешно. Его выписали через неделю домой. И через два месяца мы видим обратно эти симптомы. Так же самое у него опять начинает, у него тошнота, он не кушает. Много у него жидкостей в легких и проблемы. Ну, и опять его в реанимацию положили. Уже это было в январе 21-го года. До этого это было в сентябре 20-го, вот эта операция была. А в январе 21-го положили и обследовали, и сказали, что опять нужно его оперировать. И проверить, что там произошло. Если они говорили, что нужно поменять нейтральный клапан. Хотя хотели еще раз починить, но они были склонены больше, что его надо будет поменять. Ну, мы думали, как первый раз это случилось, так быстро все. И второй раз сейчас сделают, его выпишут, все будет хорошо. Это было 26-го января 21-го года. Эти даты уже невозможно забыть в своей жизни. Да, да. Это Давид всегда мне говорит, папа, это умер один баскетболист, Коби Брайант, разбился на вертолете. Он так по баскетболисту понимает, и он говорит, вот в эту дату он умер. И он так даже на эту дату, даже так не хотел, чтобы его брали, на эту дату оперировали. Он был 26-го января, и его забрали в 7 часов утра. Что вам сказали, сколько операций будет? Ну, где-то в 8 часов. В 8 часов? В 8 часов. Где-то с 7 до 3-4 часов он уже должен быть в палате, и все, мы должны его привезти. Оказалось, что... Вы молились, церковь молилась. Она все время молилась, когда ему было 4 месяца, эта церковь так ходатайствовала. И в это время тоже молились, и родство, и все братья. Ну, много людей работали. Даже с моей работы я работаю с людьми, которые христиане, они тоже на высоких должностях. Олег, я слышал, ты за доктора молился. Это в этом случае? Ну, это когда было... Вот когда он пришел уже, взяли его в 7... А, это уже потом. Расскажи, пожалуйста, в 7 утра взяли на операцию, сказали 8 часов, дальше. Ну, и мы ждем, ждем. Мы говорим, что случилось? Почему так долго? Ну, все нормально идет там. Ну, там они то делают, то делают. Так они нам не говорили, что там проблемы. И они... Пришел хирург в 12 часов ночи. С 7 утра до 12 часов ночи. В 17 часов. Да. И он говорит, ну, я мог все, что сделать, я сделал. Мы видим у него такое печальное лицо. Все, что я мог, я сделал. Да, да. И говорит, что, ну, я ему там поставил новый клапан, и кислород опять опускается до 85, сердце перестало работать. Оно очень-очень слабо работало. Оно было где-то 8 часов на bypass, когда они это все делали, и вот сердце умирало. И он говорит, что, ну, надо подключить там такое есть ECMO-машин, называется. Я извиняюсь так по-русски, я не знаю, как она называется. Ну, аппарат такой, чтобы сердце работало посредством этого аппарата. Это надо было через артерию здесь, в ноге, и к сердцу. И вот они поставили этот аппарат. Но перед этим я просто сказал, когда он сказал, ну, мы поставим этот аппарат и посмотрим, может, сердце чуть будет помощь от этого аппарата, и оно забьется, оно будет, мускул будет намного лучше работать. То есть доктор все-таки искал еще какие-то пути. Да, да, он видел, мы столько вопросов задавали, как это опасно. Светочка как медсестра, она, наверное, постоянно их тревожила. Ну, она по прикрещению медсестра, я думаю, она лучше медсестры, потому что она по опыту. Но, и вот, когда он это все пробовал и делал, и в то время я сказал, могу ли я за тебя помолиться? За хирурга. За хирурга. И чтобы благословить твои руки. И он говорит, конечно. И я положил руки на его плечи, я не понял, вроде на голову не ложил, так на плечи, и мы так помолились. Он, кстати, тоже русский язык понимает, он сам из Азербайджана. А, наш. И это, и я на русском языке, я думаю, я молился, и я вижу, он просто рыдает. Рыдает и плачет вместе со мной, с женой, мы за него молимся. Ну, и он, как говорится, поставил этот аппарат, и, ну, к сожалению, он не помогал. Он, Давид, терял очень много крови. Он терял очень много крови, у него все органы начали отказывать. Больше ему аппаратов, и на почке, и у него был вентилятор, ну, и заражение крови пошло, и все-все-все больше и больше проблем. Что дальше? Ну, был такой момент, я помню, это была среда, что его давление упало на 44. Обычно 120 на 80, да, а вот на 44. И он просто пожелтел и посинел. Мы, конечно, молились, просили, чтобы церковь молилась, семья. Я помню, когда вот доктор тогда в больнице, он, это был тоже христианин, он так встал на одно колено и молится. Медсестры, которые помогали, я вижу, некоторые плачут. И я говорю, что он умирает? Он ничего не говорит, но так, мы поняли, что это. Мы подошли до Давида, и я у него спросил, сынок, ты чувствуешь, как будто ты умираешь? И он кивает головой. Хоть они говорили, что он вас не слышит. Но он слышал. Он слышал, он слышал. Он всегда кивал. И вот это, что он так боролся за жизнь. Он постоянно нам или знак давал ногою, потому что они же его ввели в такую искусственную кому. Он был парализован искусственно. Он даже не мог, чтобы не оторвать эти все трубочки, провода. Привязан же, конечно. Да, да. Но он всегда старался показать, что я слышу. Я слышал. Я с вами. И когда вот мы уже ему включили его любимую песню. Можно сказать, что это Тоби Мак? Для американцев это важно. Да, Тоби Мак и там Крис Томлин, How Great is Our God. И мы просто положили эту песню ему, телефон около него, включили. И мы начали молиться. Мы молились. И мы говорили, что вместе с женой, Господь, если прими его душу в твое царство. Мы прощались. Мы прощались. Мы уже говорили, что если это воля Твоя, Господь, прими его дух к себе. Вот такая была молитва. Но в то время доктор сказал, давайте больше и больше ему крови дайте. Они давали, но это он... Добавили. Добавили, увеличил эту дозу. И он начал это... Больше и больше крови, больше там флуид такой есть специальный. И мы видим, что начало нормализоваться его давление лучше и лучше. В то время как раз это было время служения в нашей церкви. И церковь молилась, прилежно молилась. Она взывала к Господу. Потому что это было как раз это время. Но потом этот эпизод опять повторился через час или сколько спустя. Но опять они вышли из ситуации. И когда я спрашивал у сына, говорю, ты помнишь, что когда это было? Когда я тебя спрашивал, ты умираешь? Песню, которую мы включили, он говорит, все помню. Говорит, в то время, говорит папа, я поднялся над всеми. Я уже был вот, я смотрю, а вы все внизу, а я вот поднимаюсь. Но вот в то время, так Господь его сохранил. По молитве вернул? По молитве вернул. Ну, как сказать, все, он исцелен и все было хорошо. Нет. Проблемы... Это первая проблема, что он не умирает. Они устранили, они поняли, что... Он вернул в тело, имею в виду, чтобы дальше бороться за жизнь. Да, чтобы дальше бороться за жизнь. И потом они осознали, что этот аппарат, который ему помогает для сердца, он так много работы не делает, он не очень-то помогает. То они сделали еще одну операцию. Это обычно делают уже таким старшим людей. Такой аппарат, который ему 4 трубочки здесь прорезали живот и поставили так же через живот, через ротерии, прям к сердцу. И это ему помогло. И вот после этого начало ему лучшее. Например, чуть там органы так... Не то, чтобы восстанавливаться, но лучшее, получение пошло. Потому что они сказали, что его сердце... Уже мы не можем его... Все. Сердце уже... Надо новое ему сердце. Потому что оно не бьется, как должно. Но это самая сильная мышца в нашем теле, это наше сердце. И вот это сердце, оно так, как должно, не работает. Но для того, чтобы его даже поставить на пересадку сердца, это надо, чтобы все как-то органы более-менее были восстановлены. Или восстановлены. И мы у хирурга спрашивали, ну как? Он так 50-50, 50 на 50, чей он выйдет или не выйдет с этого положения. Бояться, а не сказать. Да, да. Но он все равно был как-то оптимист, этот хирург. Он так старался. Все будет хорошо. Вас поддерживал. Поддерживал, да. Чтобы мы там... И говорил, что все знает Бог. Хоть он, я не думаю, он христианин, но добрый человек. И так получилось, что почти-почуть его... Он так себя стал лучше чувствовать. Все равно был под медициной, под аппаратами. Спал все время. Ну... Также был на вентиляторе. Ну он был как в коме, лежал. Но были какие-то положительные, то что восстанавливается почти. И по ходатайству хирурга он учился в Стэнфорд. Это один из университетов здесь у нас в Калифорнии. Медицинские там образования очень высокие. Там много прекрасной технологии. И вот около этого Стэнфорда есть больница, Children's Hospital, детская больница. И там они практику проходят и так далее. Это есть один такой, в Бастон больница есть, в Массачусетсе, и вот около Стэнфорда, в Полу-Алто. И вот в эту больницу Давида перевели. А уже чтобы... По ходатайству вашего хирурга. Он попадает в лучший госпиталь. Это при университете. Один из лучших на нашем побережье. То есть этот хирург через него... То есть твои молитвы, твои вот эти все вещи. И вот сердце так располагает, что он уже вам помогает, где лучше дальше проходить. Это получается пересадка сердца, Да, но он тоже, вот хирург, он знал, что в его состоянии они не смогут сделать пересадку сердца. Из-за того, что он там учился или практику проходил, у него там были, как говорится, контакты. Связи были. И он их убедил, чтобы взять. Да вы что? Вот, потому что, когда мы приехали в Стэнфорд, там свои проблемы были. И что получилось, уже когда мы приехали в Стэнфорд, да, там прекрасная больница, технология на высшем уровне. Все хорошо, новая даже больница. И когда мы туда приехали, ну, у Давида был вентилятор, ему тут прорезали горлышко и поставили туда трейк называется по-английски. И вот, и было большое кровотечение, потому что он был под медициной, чтобы разжать кровь. И постоянно у него было кровотечение. И где-то вот получилось, что здесь, около носа, у него открылось кровотечение сильное. И они его каждый день, чтобы остановить это кровотечение, это маленькая артерия здесь есть, и никак не могли где-то, давай его выкачивать кровь, кровь его с легких. И забинтовали его. Было такое время, что, я помню, это было, наверное, пятницу, они просто бинт поставили сюда, напхали, чтобы кровь не текла. А кровь начала течь внутрь, внутрь, в живот и в легкие. Его так, живот раздуло, очень-очень большим живот, живот стал очень большим. Потом его оперировали, живот. Ну, если так сказать, он был... Я знаю, что ты стараешься, друзья, я знаю, что Олег очень старается говорить максимально мягко, потому что, вот если ты будешь все перечислять, не все, наверное, выдержат этот эфир, но спасибо, что вы, друзья, понимаете нас. Олег показывает те сложности, что в каждом шаге, в каждом дне была борьба за жизнь. И в этом университете доктор сказал, что он самый больной пациент нашего госпиталя. Это здесь было? Да, да. Нас вызвали, доктор сказал, что он самый больной человек. И когда вы спросили, а за пересадку, он говорит, какая пересадка, тут жизнь попробуй спасти, то есть, а вы еще пересадку сердца хотите. То есть, вот как-то, они даже, они не верили. Они не верили. Моя жена спросила, у вас есть дети у доктора. Это была женщина. Правильный вопрос она спросила. Да, да. Что вы бы сделали? Потому что в то время она говорила, может ему что дать такое покрепче, чтобы, ну, так боли не было. Это доктор вам сказал? Да, да. То есть, может вы его отпустите с миром? А вы тут боретесь, а вы тут не спите, вы тут моя церковь. Они нам не давали надежды, я извиняюсь, да, переводить. Не, не, Гавриил. Да. И, да, другой, это кардиолог, еще один был там. Ну, их много было, они там менялись. Я говорю, ну, думаете, он протянет здесь? Ну, две недели максимум. И, ну, Света, моя жена, она всегда говорила, исповедовала, что мой сын будет жить, что он, у него органы восстановятся, потому что, чтобы сделать пересадку, они так и сказали, мы не делаем пересадку в одно время, на легкие, на почки, на печень, у него все органы. Отказали? Отказали. Ну, в то время, да, когда он лежал в Стэнфорде, в начале, у него органы отказали, хоть в Сакраменто чуть-чуть лучше стало, но, но в Стэнфорде хуже было, у него были пролежи, желудок не работал, живот, ну, ну, все отказывало. Он был над лайф-саппорт. И, ну, мы сказали, что мы будем бороться, потому что он всегда показывал признак жизни. Когда мы у него спрашивали, он махал или головой постоянно, или старался, там, рукой или ногой. И, конечно, мы молились, много молитв было. Там тоже было такое, один раз, что время, что он просто, когда у него было большое это кровотечение, оно пошло в легкие. И было столь, я не говорю, не хочу говорить все детали, но он... Только главное говорить, детали не говорить. Хорошо. Он, мы видели его, ну, зрачки такие большие стали, и он как начал задыхаться. Конечно, все прибежали тогда, и мы видим по реакции одного доктора, он просто головой так помахал, что легкие, все, поражены. он, он, конечно, слава Богу, что были штучные легкие, это они оставили, если что-то такое случается. Они запустили, откачали его. Я помню, даже Света, она не могла больше смотреть, она села в углу и плакала, молилась. И мы опять молились, молились, молились. И знаешь, вот, вот, одно время мне был сон, когда я был в больнице, я увидел сон, что, это не один сон, но я одним только поделюсь, у нас время нет, видел я миндальную ветвь, и эта миндальная ветвь расцвела. Расцвела. Я пошел, ну, начал так по писанию смотреть, что это означает. В то время, это было такое время, я, я не хотел, знаешь, так говорят, бегать по порокам, я, я считаю, это надо быть очень разумно. Я искал лица Господня, я говорю, Господь, ты со мной говори, ты со мной говори, покажи обстоятельства, может, через докторов, через людей, ну, ну, через сновидение, но ты мне ответь и покажи. Я видел эту ветвь, которая расцвела, я посмотрел, что это означает. Посох Аарона, это было с миндального дерева, этот посох, и он расцвел. Потом, Еремия, что ты видишь? Я вижу миндальное дерево, правильно видишь. И в еврейском народе это означает, ну, благословение, да, преуспевание. То вот, я так подумал, ну, хорошо, это хороший такой, ханет должен быть, да, хороший сон. Но в то время, когда этот сон, после этого сна, наоборот, все хуже, хуже и хуже. Он умирает. То есть, в этих обстоятельствах, когда человек, в вашей ситуации, вы боролись за жизнь ребенка, с одной стороны, Господь и дает сновидение, что все-таки будет прекрасный финал, но с другой стороны, еще не видно этого всего, еще такая борьба за жизнь. сегодня у нас буквально именно для свидетельства о госпитале, может быть, осталось 3-4 минуты, что дальше было в госпитале? Я хочу тоже подчеркнуть, что мы не были все время такие, знаешь, вот, духовно поднятые, так все. Мы говорили, Господь, где ты, почему? Мы так же, как люди, спрашивали, Боже. То есть, эти обстоятельства в госпитале, они, с одной стороны, иногда вас радовали, а когда становилось опять сложно, опять вы... Да, мы задавали вопросы, Боже, почему? Почему? Потому что лучше должно быть, вот, одно за другим. Ну, пришел момент, что, как-то у него доялость, машинка, которая для почек, да, она забилась, его отечали почки, и просто медбратья говорят, ну, или медсестра, я не помню, кто там был, давайте посмотрим, что будет. И мы видим, что... Заработали почки. Заработали почки. И так было по чуть-чуть восстановления, и все органы начали работать. У него заражение кровью шло. Ну, все, кроме сердца. И они сказали, ну, мы будем делать тогда, уже подошли к моменту, и когда у нас доктора приходили к палатке, там и говорили, его там все перечисляли, как его ночь была, какие происшествия были, и так, и так. И мы всегда говорили, что он восстановится. Ну, они так смотрели, как-то, знаешь, так на нас. Часто мы, мы даже с упорством просили, чтобы это делали, это. Светлана, она, я думаю, по ее опыту, она наилучшая медсестра. Они даже нам сказали, вы как доктора стали, потому что мы уже знали, что делать, что мы будем делать, как делать. по-моему, тебе Господь даже говорил, что вот, если так будет, то там у него откроется кровотечение. Было же такое? Да, да, было такое еще одно сновидение, что у него было кровотечение в животе. Ну, я так вижу, что доктор, и кровотечение в животе, ну, на время, что оно, и точно через два дня. Проверяют, открывается кровотечение. То есть даже Бог предупреждал. Да, Бог предупреждал, и, ну, я знал, что оно пройдет. И потом через два дня это кровотечение прошло в животе. Господь, да, Он говорил, и, я говорю, еще раз подчеркну, церковь молилась, и, знаешь, в эти тяжелые времена, я вижу, что Господь действовал через людей, через докторов, через даже, там, разные были, child service, люди, которые просто ободряли, помогали. Олег, разреши, мы говорим, что вот в тот момент, когда отказались все органы, церковь прилежно молилась, родные на коленях все стояли, и вот через какой-то период времени тот орган заработал, тот заработал, мы же перечисляем, почки заработали, только сердце еще осталось. То есть весь этот процесс исцеления, что по нарастанию, то есть приходило, приходило. Да, в один день это чудо не случилось, взяло какое-то время. И вот расскажи, пожалуйста, за пересадку сердца. Да, до этого мы шли к пересадке сердца, это было шаг за шагом, и все органы стали стабильны, и 2 июня ему сделали пересадку сердца, поставили новое сердце, и когда мы уже увидели, что он так зашит, без этих разных там трубочек, которые раньше были вместо его сердца, и смотрим на такой монетер, да, и его сердцебиение, и кислород, и просто это было чудо, что он выжил, чтобы получить, да, мы хотели, чтобы Бог исцелил сердце, но это донорское сердце ему поставили. Как он себя чувствует с новым сердцем? Прекрасно. Прекрасно? Прекрасно, да. Ты мне говорил, что вы не знаете, что это сердце, но он чувствует себя прекрасно. он, слава Богу, вот, хорошо ходит, наслаждается жизнью. Сколько ему сейчас? Уже 18. Слава Богу. Донорское сердце, какие рекорды есть, как долго может жить? Ну, обычно 12-15 лет, это среднее такое, что сердце, которое делает пересадку, ну, может быть, 30-40 лет. Мы надеемся на большие цели. Да, да. Олег, у нас совсем немного времени осталось. Я хочу тебя спросить, как нужно вести себя родителям в таких ситуациях, когда их ребенок, ну, давай так скажем, за жизнь их ребенка борется. Что нужно делать, а что не нужно делать? Ты можешь говорить в камеру. Тем родителям, которые проходят через нелегкие времена, особо касается наших детей, которых мы очень сильно любим. Вы знаете, я не знаю, как ответить на это, потому что у каждого есть разные болезни у детей. Ну, одно могу сказать, что уповайте на Бога, не сдавайтесь. Как я сказал, у нас были моменты, когда мы говорили, да будет воля твоя, Господь. Мы хотели, чтобы он выжил, мы хотели, чтобы он вернулся домой. Но вы были готовы, что мог бы жить за братья? Конечно, да. А как быть готовым? Я думаю, это, если ты в этом положении, только тогда. Вот если даже сейчас бы, ты, мне сказали, вот, что сын твой умрет, или вот, это сложно согласиться. Но когда ты в этих всех обстоятельствах, когда ты духовно уже входишь в эту атмосферу, доверяешь Богу, вот всю эту ситуацию. Ты видишь, что здесь уже нет никакой надежды, только ты, Господь, и ты это решаешь. И этим родителям, которые проходят, мы так же, мы беспокоимся. Это не то, что оно уже ушло, если я стал сердцем 12-15 лет, мы не знаем, что может нас ждать впереди. Они говорят, еще одну можно пересадку сделать, а потом все. Но мы надеемся, что будет на долгие времена. Смотря, если кто-то там через рак проходит, дети, мы тоже это видели. Когда мы были в больнице, мы видели, много детей умирало. Приходишь, уже ребенка нету, или это подростка. И когда Давид там был в эти 9 месяцев, кто был там до 6 месяцев, ни один не выжил. Что мы знали. Долгое время, такого в той реанимации не выживают. Или делают им пересадку, или другие там с сердцем какие-то проблемы. Но 6 месяцев они обычно так долго там не держат. Или просто уже не могут уже. Уже они все, что могли сделать. Так родителям я хотел бы первое, это также еще добавить, что не ожесточить свое сердце на Господа. А мысли были? Господи, а где справедливость? Ну, я эти мысли не допускал. Не допускать такие мысли? Да, потому что я видел жизнь Иова, я всегда сравнивал, кто я человек. Насчет, что ты несправедлив ко мне Бог, приходили мысли, но я их отпыхал, потому что я знаю, что все под твоим контролем. Я на Бога не ожесточался. То есть доверить Богу те обстоятельства, что Бог все под контролем, и, конечно, может быть чудо, но если Бог так решил, что надо забирать, нужно согласиться. Как нужно поддерживать таких людей? Вот я знаю, что на лечении там 6 месяцев госпиталь, и там возле госпиталя еще клиника, еще 3 месяца вы там жили. Вы же поддерживали? Ты как пастор, конечно, ты общался с родителями. Как вообще правильно поддерживать, и как нельзя поддерживать? Что вообще нельзя рекомендовать? Идите к пророку, идите туда. Что можно? Ну, это, конечно, надо нуждаться, чтобы, во-первых, наше духовное состояние, чтобы мы, у нас это была связь с Господом. Даже когда разные будут случаться вещи в жизни, особо, ну, в болезнях, это не потерять вот этот connection, эту связь с Господом. Я считаю, что часто наши славяне, люди, они начнут ходить по пророкам. Я ничего не имею против пророчеств. Но с тобой Бог говорил лично. Со мной лично говорил. Я опасался, чтобы не получилось так, что я на человека, а человек может не побудрствовать, я его не знаю. Я знаю здесь пророки, которые действительно говорят через, Бог говорит через них, но я опасался, чтобы... Я видел эти же случаи, это не первый раз, когда говорили, что будет жить, а человек умирает. И я хотел просто, я говорил, Господь, говори ко мне. Так, чтобы, конечно, поддержка, семейная поддержка, друзей. Церковь как поддерживала? Вспомни минуту церковь. Церковь, я помню, привозили даже питание для наших детей. Пока там, вы же там жили. Да, да, мы там жили. А кто помогал с детками? Родители, родители моей жены, они жили вместе. И церковь привозили продукты, кормили. Да, и родственники также, друзья, родственники помогали, приезжали в больницу. Все окружили заботой, молились, спрашивали, звонили. Пастор Гладыш постоянно звонил и спрашивал, Олег, как там дела? Я даже помню, когда у него давление упало на 44, я тогда с Павлом говорил, и он, мы молимся, Олег, мы молимся, мы молимся. Он как раз тоже был избран на пасторское служение старшим пасторем нашей церкви. И вот эти молитвы. Потом, я как-то, уже ему чуть лучше стало. Я думаю, это где-то в мае было или в апреле. Я приехал домой там на день, побыть с детьми. И друзья просто приехали, это Вениамин Ворошко, потом Павел Гнатюк, Игорь Колынюк. И заказали пиццу, просто посидели у меня на бэкярде, пообщались, я ему чуть порассказывал. Вот это общение тоже помогало, знаешь. То есть ты говоришь даже вот простое посещение, а ты его запомнил на всю жизнь. Да, это очень ценно. Побыли с семьей, побыли с детками, привезли продукты, пиццу привезли. Финансы чуть дали, нам сказали вот это. Я отказывался, но мы, мы... А может не надо отказываться? Мы тебя благословляем. Я думаю, это зависит от человека по его ситуации. Так что, и также хочу закончить тоже и семья пастыря, которые приезжали в больницу, и даже и видеогеймсы играли с Давидом. И молились, и даже... И я благодарен за это. Это когда ему было легче, то есть они его поддерживали так, чтобы... Да, да, да. И он радовался, он радовался, и мы радовались. И вот сейчас он дома, всё хорошо, слава Богу. Спасибо огромное за твое свидетельство. Олег, у нас полторы минуты. Что для тебя счастье, и что для тебя смысл жизни? Счастье — это знать живого Бога. Смысл жизни — это моя семья. За которую ты готов сражаться. Хочешь сказать пожелания? Минута есть. Во-первых, я хочу пожелать, чтобы никто не проходил то, что мы прошли. у каждого в жизни будут моменты. Возможно, это не со здоровьем, это какие-то другие. Просто держитесь Господу, оповайте на Него. Даже когда, и, как говорят, небо молчит, наберитесь терпения и долготерпения. придёт момент, когда мы поймём, почему и как. В то время, возможно, мы не понимаем до конца, но придёт момент, когда вы поймёте, что это было во благо для вас. И, возможно, и на этой земле мы до конца не поймём всё, но я думаю, там вечности Господь откроет. Почему? Даже если бы вот это, что не было с моим сыном, я бы не был бы служителем и пастырем. Я знаю через это, с отцовским сердцем, что Господь призволил... Тот, который будет защищать... Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»